Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! У нас 22 ферма продолжается, и мы продолжаем заниматься нашими полями. У нас на календаре уже сентябрь. Что я, в общем-то, сделал в прошлом месяце еще за кадром, в августе? Я, друзья, все наши поля посыпал известью и засеял канолой, а также удобрил по два раза уже получается. Единственное, вот это поле не посыпалось известью, потому что новая механика 22 фермой после посева известью посыпать нельзя. Надо это делать обязательно до посева, поэтому, в общем-то, оно у нас будет чуть меньше урожая, чем нужно, и нужно будет посыпать известью. Также у нас уже взошли сорняки, поэтому мне пришлось купить полольник, и он сейчас вот катается, уже последнее поле убирает. Остальные два я, соответственно, уже убрал. И канола, кстати, уже взошла. У нее первая стадия роста. Также сделал я пару контрактов на удобрение, в общем-то, это довольно выгодная штука, даже на найме-то можно, в принципе, посмотреть наши финансы за август. На удобрение я потратил 19200 евро, доход по контрактам составил 46 тысяч, 47 почти. Плюс эти удобрения еще пошли на наши поля в два слоя, так что это относительно выгодно. И плюс еще, кстати, 8 тысяч еще один контракт был в сентябре. Ну и на найме-то много ушло, 22 тысячи, первый игровой день, но он делал все. И культивировал, и камни убирал, и сеял, и удобрял кучу раз. Но, в общем-то, контрактами немножко мы отбились. Сейчас на удобрение контрактов толком никаких нету. Они тут все по тысячу, по две. Я решил такое не делать. Еще, может быть, выгодные будут на опрыскивание контракты. Они тоже довольно быстро будут делаться. Тут и на 6 тысяч есть пара штук, и, в принципе, и по пятерику можно вот эти вот брать. Но нет у нас опрыскивалки. Поэтому решил я в этом сезоне этим не заниматься. И первый сезон, друзья, я, наверное, сейчас вот буду мотать время. Но мы будем спать, потому что сейчас делать-то, в принципе, нечего. Я, наверное, все буду, вот это вот, то, что на полях происходит, все показывать. Что взошло, что не взошло. Какие стадии роста, когда выпал снег и так далее. А потом уже следующие сезоны. Наверное, я это буду пропускать. Потому что, если ничего интересного происходить не будет, то будем просто тупо мотать время. Я думаю, так вот пойдет. Так что, друзья, сейчас вот мы ждем, пока вот эта вот штука доубирает. Дополит, точнее. Убирает сорняки. Это вот самый простой полоник. Что-то я офигел с того, как дорого стоят полоники. Мне почему-то казалось, что они, типа, дешевые. Но 45 тысяч, это, простите, дохренище. Я зажался на крутой. Поэтому взял самый простой, вот такой на 6 метров. Хотя на Эмиту, конечно, денег больше уходит. Из-за того, что он дольше работает. Ну ладно, ничего страшного. Обзаведемся мы еще нормальной техникой. Это не проблема. Короче, ждем и мотаем время. И да, кстати, я читал справку. Сорняки тут бывают тоже нескольких стадий. Вот это сейчас первая стадия. Она убирается полоникам. Но в справке написано, что есть еще такой инструмент, как мотыга. Я их здесь даже приблизительно не могу найти. Оно, короче, еще убирает средние сорняки. А уже полностью выросшие на третьей стадии, ну это, конечно, по старинке гербицидами. Хотя в справке написано, что гербициды, типа, оставляют все равно где-то места. Не все, в общем-то, они убивают. Так что как-то так. Технически это может быть механическая лопата. Но здесь написано, что это используется вместо плуга. Что тут еще может подойти? Уход за пастбищем. Ну тут какие-то штуки. Но раньше вот этот каток, например, просто тупо удалял поля. Именно вот эта хреновина. Как это, в общем, работает, хрен его знает. Вот это вот похоже на какую-то штуку для удаления сорняков. Может быть даже средних. Но я не рискну ей, короче, пользоваться. Надеюсь, что мы даже до этого доводить не будем. В общем, ладно, да. Как я уже сказал, ждем вот этой вот уборки и мотаем время. Дратути. У нас тут октябрь уже. И знаете что? Ничего не изменилось. Вот прям вообще. Канола не подросла. Сорняки не выросли заново. Не знаю, будут ли они расти повторно. Короче, ничего вообще не изменилось. Появился зато хороший контракт. Даже два можно, в принципе, взять. Двадцать шестое поле удобрения принимаем. И сорок восьмое. Я, в общем-то, сейчас их по-быстрому тоже сделаю. На нашей суперской удобрялке. Только надо еще удобрений будет купить немного. И мы мотаем еще один день и смотрим, что еще происходит у нас осенью и зимой. Хотя вот видите, деревья желтенькие стали. Но как-то деревья, блин, вообще некрасиво сделали в двадцатой ферме. Вот мне прям не нравится. И вот, друзья, пришел ноябрь. Кстати, слева вот здесь вот я камешки высыпал. И текстурка легла прям очень гениально. Ну, то есть, вы видите, да? Вас ничего не смущает то, как оно лежит. Ну, ладно. Кстати, когда убирал камни, у меня, получается, забился бункер. Я приехал, высыпал их сюда. Потом он забился еще раз, но он продолжал убирать камни. И, короче, можно его не освобождать, по сути дела. То ли это баг, то ли это починят, то ли не починят. Хрен его знает. Слушайте, а в принципе-то осень чувствуется осенью. Но деревья мне все равно не нравятся, как выглядят. Значит, канола у нас нихренашенькие, ничего не изменилось. Сорняки не лезут, канола не растет. Взошла немножко, но скоро она, скорее всего, сдохнет. Потому что придут холода. Хотя, по прогнозу погоды, ноябрь и 25 градусов. Твою мать, а? У меня сейчас ноябрь. Где, блин, эти 25? Хотя, что я говорю, в декабре обещают 25 градусов тепла и снег. Баг или фича, не знаю. Но, короче, мы спим еще раз. Да, с каждым днем у нас рассвет все позже и позже. 8 часов утра, а все еще сумерки. На полях, опять-таки, ничего не изменилось. От слова совсем. Зато есть контракты на уборку. В декабре, мать его, соевые бобы, кукуруза, подсолнухи. В декабре, да. Единственное, деревья, не все, конечно, но начинают потихоньку сбрасывать свою листву. Но делать нам, опять-таки, ничего, поэтому мы ложимся спать. Мы играем, знаете, симулятор медведя. Январь, друзья, у нас. И ночью, кстати, шел снег. Пахнет январем, нет? И мне кажется, что не пахнет. Ну да, деревья некоторые сбросили свою листву. Но вот это вот все очень не похоже на январь. Или просто у нас в стране не такой январь. Неправильно. Хотя, вот на самом деле, если бы было все вот так, вот мне бы нравилось намного больше. Температура воздуха минус 1 градус. Днем до плюс 6. Ну, такое себе, конечно, такое. Может быть, из-за того, что у меня один месяц, один день стоит. Но, с другой стороны, пришлось бы просто тупо еще больше времени мотать. Спим еще раз. Мирально ступил у нас, друзья. Цветочки цветут. Тут, в общем-то, все хорошо. Вот то, что вот это вот стоит компуктер в гараже на открытом воздухе и мерзнет, это плохая идея, на самом деле. Не делайте так. На полях у нас, опять-таки, ничего еще не изменилось. Слово совсем. А тут, знаете, такие маленькие камушки лежат. Но это чужое поле. Их, типа, катком надо вбивать. А те, которые мы собирали, это большие, их собирать надо было. Вроде как, это так примерно работает. Катком или мульчером. Хотя, мульчер вроде не против камней. Хрен пойми, короче. Ну что, вот такой вот у нас февраль, да. Мы еще раз спим. Хоть что-то изменилось. Пришла весна, друзья. Это март. Начали появляться листочки на деревьях, как видите. И, насколько я понял, еще одна стадия роста у нашей канолки. То есть, следующая пошла. Выглядит она теперь чуть побольше. А это у нас что, известь? Серьезно, наймит посыпал поле известью? По-моему, раньше такого не было. Ясно, прикольно. Ну, у нас, да, вторая стадия роста канолки. Есть, в принципе, интересные контрактики. 12 тысяч и 13 тысяч. Наверное, я их сделаю и встретимся еще в один день. Все-таки денежки-то нам нужны будут. Апрель у нас, друзья, и 79 тысяч на балансе. Я забыл принять контракт, так что чуть больше. 93 тысячи на балансе. Нормально, мы тут за зиму трохи поднялись. Наверное, у нас еще одна стадия роста наступила. Потому что, как-то немножко по-другому, мне кажется, наша канолка стала выглядеть. Сорняков нету, и, я так понимаю, они не появятся. Идет дождик, и делать нам тоже абсолютно нечего. Сейчас у нас апрель. Канолы убирать мы будем только в июле и в августе. Насколько я понимаю, даже в августе. В общем-то, короче, мотаем еще месяц. С каждым днем нас списывают за амортизацию недвижимости на доллар больше. Значит, самая у нас наступила, и канолка стала прям вот такой вот классной желтенькой. Ну, видимо, она уже цветет. В общем-то, добавили несколько, скажем так, текстурок на различные стадии роста. В 22 ферме, ну, прикольно, прикольно. Но делать нам, друзья, по-прежнему все еще нечего. Поэтому мы мотаем еще время. Июнь. Здравствуйте. Что у нас тут изменилось на поле? Ни хрена у нас на поле не изменилось. Но, я так понимаю, это уже самая последняя стадия роста. То есть, да, действительно, через два месяца у нас... А сколько всего здесь стадий на картинке? Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А в году 12 месяцев. Как оно делится, хрен его знает. Скорее всего, зимние какие-нибудь месяцы оно ничего не меняется. Например, с декабря по март. Четыре месяца. А потом каждый месяц одна стадия. Мне кажется, это было бы вполне логично. Но, не знаю. Но, в общем-то, мы еще спим. И у нас впереди июль. И уже 208 баксов нас списывают евриков. Опаньки, по-моему, все созрело, да? Урожай созрел. В июле. Как и обещал календарь. Отлично. Значит, впереди у нас уборочная. Не знаю, сколько мы канулы с этого получим, друзья. И что-то есть у меня, стердает смутные сомнения меня, что серия получилась прям довольно короткой. И, простите, я не виноват. Но, как бы по планам было перезимовать зиму. А, по сути дела, мы тупо время мотали. Делать зимой реально пока что вообще нечего. Пока нет ни теплиц, ни производства, ни хрена вот этого вот. Делать и правда нечего. Но ничего. Мы как-нибудь с этим справимся. Значит, раз серия коротенькая получилась, предлагаю вам сделку. Очень выгодную. Мы набираем за 24 часа 500 лайкусиков. Всего лишь 500. Первая серия набрала намного больше. И уже завтра, в 10 утра, выйдет следующая серия. А если не набираем, то, соответственно, она выйдет в четверг. Как вам такое, а? Короче, все в ваших руках. А в среду еще подборочка модов, скорее всего, выйдет. Первая, на 22 ферму. Вот. Короче, лайкусики, комментарии, все вот это вот. Вы знаете, что с этим делать. Не первый день на ютубе, правильно? Если не подписан на канал, то подписывайтесь. Спонсорам, конечно же, огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки. А зима получилась прям отстойной, да.